привет полгода назад мы приобрели у какара этот чемодан за три с половиной тысячи баксов это анализатор сингфа а штука которая помогает работать с продуктом в частности измерять плотность влажность и цвет кофе неважно зеленый кофе жареный кофе мы полгода его юзаем и есть что сказать поэтому давайте скажем важный нюанс я недавно взглянул в статистику канала и увидел что 70 процентов людей которые нас смотрят пока почему-то еще не подписаны поэтому если вам этот контент кажется интересным полезным самое время присоединиться к нам нам будет приятно и не забудьте про лайк и колокольчик начинать давайте начнем со спаковки классный кейс он мне вызывает две ассоциации первое это чемодан хитмана а вторая это чемоданчик из криминального чтива давайте посмотрим что внутри этого чемодана и так что внутри значит тут есть такая вот голова это пожалуй самая дорогая самый дорогой элемент потому что здесь как раз лазер тут есть вот такие туннели которые на магнитах вот так крепится еще один туннель тут есть станция для измерения плотности и влажности а им также можно использовать при измерении цвета тут есть стаканчик для кофе еще одна станция как раз которую мы используем для измерения цвета жареного кофе и прикольные мешочки в которых есть линейка и четко зарядка мерная ложка образец сырья для калибровки как раз по им плотности блок зарядки есть платформы как раз куда насыпать сырье есть тут скажет чехол для оси диска то значит есть такая штука для калибровки цвета все а еще есть гирька гирька тоже для калибровки давайте покажу функции этого прибора и покажу я их с наиболее востребованных нами то есть мы каждый жарим кофе и каждый день мы пользуемся симфа и для нас пожалуй самой значимой функции является измерение цвета жареного кофе прежде чем я покажу как мы это делаем давайте расскажу зачем мы это делаем для наших клиентов важно получать от партии к партии стабильный продукт как мы приходя в ресторан попробовал блюдо и она если вам понравилось мы хотим через два месяца прийти и получить ну такие же вкусовые ощущения получить такое же удовольствие и в этом нам отчасти помогает симфа давайте представим мы заводим новый лот кофе пришел там свежий урожай кении привезли зеленый кофе на производство определили рецепт профиль обжарки попробую в каппинге нам всем понравилось теперь нам важно зафиксировать этот профиль и изо дня в день жарить этот лот зеленого кофе по этому профилю чтобы на выходе получить один и тот же продукт за счет чего мы это делаем мы пользуемся кроп старом кроп стар это софт для обжарщиков которые много чего умеет но наверное основной функцией является профилирование то есть мы зафиксировали профиль и каждому профилю каждому рецепту мы прикрепляем набор целей метрики которые нам необходимо достичь при обжарке какие-то цель это начальная температура загрузки это наступление реакции майяра это первый крик это время развития это процент развития это конечная температура это общее время обжарки это вес жареного кофе которые мы на выходе получили и финальной метрика для нас является цвет жареного кофе то есть каждый батч каждую партию мы измеряем и соотносим факт с тем что было тогда когда мы создавали профиль обжарки соответствует ли он эталон давайте покажу наглядно как это работает ставим сегодня 1 аваря 22 год мы вот привезли новый лот зеленого кофе мы его пожарили несколько раз выбрали лучший профиль его зафиксировали вот этот кофе мы пожарили взяли образец мы вот есть в чемоданчике такая штука то есть когда кофе охлаждается мы черпаем из каждого батча немного жареного кофе и его измеряем think for что можно измерить можно измерить цвет зерен но мы измеряем молотый кофе нам кажется более корректно то есть это более такая твердая сущность то есть мы берем образец жареного кофе который мы получили Потом мы идем и его мелим. Мы берем платформу для молотого кофе и высыпаем сюда молотый кофе. Затем мы берем линейку для того, чтобы сделать вот эти вот движения. И разравниваем, чтобы не было пустот, так скажем. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем вот эту базу, сюда ставим нашу платформу с молотом кофе, накрываем его туннелем и включаем. Минус синкфо, спустя полгода он уже особо не держит зарядку, поэтому я его поставлю сразу к сети. Мы включаем анализатор и нажимаем просто анализ. И он нам показывает, что цвет этого кофе 88,7. То есть все, 1 января мы в Кропстере заносим данные о том, что цвет жареного кофе эталона 88,7. Представим, что прошел месяц, мы заново жарим этот кофе. Спустя месяц много чего изменилось, вышел другой обжарщик, стало теплее, чем было в январе. У нас есть образец жареного кофе. Что мы делаем? Мы повторяем эту операцию. Было 88,7. Давайте мы повторим, покажу, сколько будет в этом образце. Это один и тот же кофе, это Кения, но из разных батчей, из разных партий. Давайте посмотрим, что нам покажет Синкфо. Выкладываем на платформу, разравниваем. Ставим платформу на базу, включаем анализатор и нажимаем анализ. И он нам показывает, что цвет этого кофе 88,2. Это говорит о том, что все хорошо, а кофе будет близок к эталону. Кофе это продукт, который нельзя повторить идеально на 100%. Это как с любым блюдом, нельзя пожарить яичницу в понедельник и в пятницу прям одинаково на 100%. Вот это показания, на которые можно ориентироваться, это показания в норме. И обжарщик принимает решение отдать этот кофе в цех фасовки. Если же обжарщик не попадает в цвет жареного кофе, тогда мы перемещаем этот батч в желтую зону, которую должен продегустировать наш шеф Борис Тислава и принять решение, что делать с этим кофе. По функции калориметра, пожалуй, все. Давайте покажу, как работает измерение плотности и влажности кофе. Опять же, прежде чем показать, как мы измеряем плотность и влажность, давайте расскажу, зачем мы это делаем. Вернемся к нашему примеру. 1 января к нам приезжает новый кофе, который раньше мы никогда не жарили. И нам нужно как-то его пожарить. Для того, чтобы принять решение, как мы это будем делать, при каких температурах загружать, как подавать энергию, нам необходимо собрать какое-то количество информации об этом кофе. Именно в этом нам помогает Синкфа. Собрать информацию о зеленом кофе, прежде чем мы начнем его жарить. И тут еще важно сказать, что мы эти данные заносим, опять же, в Кропстер, как приемку. И в дальнейшем, каждую приемку этого кофе мы, опять же, отображаем в Кропстере, для того, чтобы понять, что входящее сырье к нам на производство не поменялось свои характеристики. А если же они изменились и скорректировались, что редко бывает, то нам нужно иметь это в виду при обжарке. Я думаю, понятно. Давайте покажу, как это работает. Мы берем вторую базу, ее включаем. Он нам вводит меню. Мы выбираем первый пункт, кофе бин анализин. И он нам вводит список того, что можно измерить. Можно измерить зеленый кофе, обжаренный, либо молотый кофе. Мы будем измерять зеленый кофе. Мы высыпаем сюда зеленый кофе. Берем, опять же, линейку. Берем голову и нажимаем кофе бин анализ. Здесь анализ идет, здесь анализ идет. И он нам показывает, что влажность этого кофе 11,1, что является нормой для зеленого кофе. Его плотность 829. И цвет 110,8. И в дальнейшем, когда мы будем получать этот кофе вновь и вновь, мы будем проверять его на эти параметры. И быть уверенным в том, что в обжарке все будет нормально. Если у вас зряет вопрос, где купить. Насколько я знаю, только какар возит синква в страну. У них на сайте он есть, я его видел, больше никого не видел. В описании для удобства оставим ссылку. Данный контент, он такой более профессиональный. Это оборудование для обжарщиков. То есть, если вы досмотрели до этого момента, и вы не обжарщик, напишите, почему вы досмотрели, и интересно было ли вам смотреть аналогичный контент. Можем показать Кропстер, как мы им работаем, как мы с помощью него контролируем, опять же, качество, выставляем профили, и что мы в нем используем, что мы не используем, сколько стоит. Интересно, напишите в комментарии, как вам такой контент. Что сказать в завершении? Мне кажется, что эта штука классная. И надо было ее приобрести раньше. Из минусов цена 3500 долларов. Не то, чтобы это дорого для этого прибора. Мне кажется, что он стоит своих денег, но в целом это просто как бы немало. И не каждый обжарщик себе это может позволить, особенно на старте. Но эта штука помогает жить. То есть, она помогает выпускать тот продукт, за которым клиенты будут возвращаться вновь и вновь. Из минусов зарядка. О ней я уже сказал, то, что вот мы обнаружили. И, пожалуй, все. Увидимся. Пока-пока.